Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бавсуновский. Значит... Что я икаю? spb-tut.ru Начал я обновление портала. Значит, если посмотреть курсы 2018. Здесь мы работаем с Django 2. И начали сначала. Но основа этого курса сейчас, о чем я расскажу, но немножко еще отвлекусь. Мы сегодня настраивали... Давайте я сначала расскажу суть. Мы сегодня настраивали Jupyter Notebook. Грубо говоря, оболочку, простыми словами, Iron Python, которая дает возможность, как командная строка, только вывернуть все наружу. Ой, честно скажу, курсы получились длинные. Я работаю вообще с сайтами только на Linux теперь. Это обалденно. Но для ребят на Windows решил тоже сделать. Долго собирался, но все-таки решил сделать. Получилось, что курсы состоят из большого количества уроков. Первый 13. И то в конце первого урока мы так и не добились результата. То есть я на Linux быстро сделал. На Windows, думаю, буду записывать, как делать. Почему я так делал сейчас? Я мог бы, конечно, очень хорошо подготовиться и сделать там за пять шагов. А на самом деле, когда я прокопался, допустим, целый вечер, а потом подумал, бляха, ой, новичок, который только начал, так он же месяц будет ковыряться. Поэтому я вместе с вами и ковырялся. Чтобы вы уже поковырялись, точно получилось. В чем суть? Да, вроде просто наша задача, чтобы у нас работала... Сейчас мы увидим и суть саму, и подсказки кода. То есть мы сейчас с вами это все проделаем. FromApps, да, то есть Jupyter работал и внутри по HR, вот это основная задача была. И таким же способом Jupyter работал и снаружи. Снаружи так проблем нет, он запускается сразу, и мы можем создавать новые файлы. Но это дальше по урокам. Зачем это? Ребята, говорю как на духу. Значит, поджанго я писал один курс на PythonPro365.net. Поджанго там была еще версия 1.6. Мы там только создавали проект, потом писал курс, и он есть, и его надо смотреть. И сейчас на SPB-Tut, на этом сайте. Здесь поджанго 1.7 есть, 1.8, 1.9, а примеры проекта 1.10 надо смотреть. А потом начал писать поджанго 2. Ну, думаю, ну не переписывать же 1.1. И я решил сделать такую вещь, как собрать программиста. То есть, ну представьте, приходит новичок. Ну давайте я сначала суть расскажу простыми буквами, а потом с коду немножко. Простыми словами. Приходит новичок, да? По сути дела, да, первая задача. Первая задача. Сейчас я что-нибудь там сделаю с файлом, особо тут ничего не буду делать. Меня ругает, что я этими пользуюсь. Ну, мне суть главная донести. Итак, ребята, смотрите. Мы изучаем джанго. Джанго. Просто писать джанго, во-первых, ну будем говорить честно. В интернете во всем, да, человек там начнет писать, напишет 10 уроков, ну и все. У меня уже более 10 суток видео. Поэтому думаю, но описывать смысл. Надо, чтобы и мне было интересно. Кроме этого, мне уже было бы описывать третий раз скучно, да. И я решил, а буду я описывать сейчас так, чтобы выворачивать джанго на оружие. Вот мы сейчас проделаем пример. То есть будем и писать и сайт, и смотреть, что в нутрях, чтобы доходило сразу. Кроме этого, до этого были курсы по гид. Я рассказывал, очень важно для новичка, чтобы боязнь убрать. Кроме гид, мы настраиваем сервер. И вот этим всем блоком начинаем разбираться джанго, начинаем разбираться в функциях тех же представлениях. Грубо говоря, ну есть у меня сейчас понимание и хочется объяснить уже, чтобы человек глубоко разбирался. И так далее, и так далее. Это я уберу. Так вот, по курсам. И первый курс вот так мы делали. Потом можно было бы так и кинуть, но я думаю, нет, уже надо довести ребят до конца. Поэтому пришлось написать второй курс. Он тоже получился длинный. Аж 14 уроков, все по 10 минут, дофига. Но в результате мы получили то, что получили. Сейчас все работает автоматом. Токены у нас соединяются автоматом. Потому что мы много работы переделали. Мы переделывали работу тут и создавали конфигурационные файлы. И сразу я вас учил, мы работали с документацией Jupyter. Там есть все ссылки в курсе. И настраивали там, залазили в сам Jupyter, в этот файл конфигурации. Его там прописывали настройки, чтобы все заработало. В принципе, это может быть и не надо было бы, когда не было бы желания, чтобы Jupyter действительно заработал именно в PyCharm. Потому что то, что в документации по PyCharm, да, там нажал то, то, то и заработало. В реальности все намного сложнее. В реальности столько нюансов, поэтому мы эти нюансы проходили. И там надо где-то и закрыть порты, и проверить порты, и все это. Но в результате, смотрите, давайте попробуем вот интересный момент. Вот само объяснение. Дальше будут уроки и видео уроки, и человек сможет проделать этот документ. Ну, вот предпосылка. Мы с вами, чтобы проверить, создали приложение Apps по уроку, создали простую модель. Я так понимаю, что могут смотреть новички. Ребят, ну, буду по-новому модели все эти представления рассказывать только в рамках Django 2 уже и Python 3 полностью. Называется она MyModels, далее класс модели, создали текстовое поле, назвали его Name, текстовое поле, это малое текстовое поле для заголовка, и ограничили длину 100 символов, MaxLeg. И далее применили класс STR, чтобы был человеческий вид. Ну, все в уроках объясняем. Теперь давайте посмотрим, как Django создает новую запись. Мы что должны сделать? Вот наша модель находится в папке Apps, вот модель. То есть первым делом мы ее импортируем. From Apps. Приятно, когда есть автозавершение кода, потому что вот здесь... Где оно там? Ты где? Вот здесь автозавершение кода не будет на странице. Мне это и нравилось. Apps. Модель. Импорт. MyModels. И нажимаем. Отлично. Теперь мы можем, мы могли и ранее, значит, для новичка, представляете, как это классно? То есть... Давайте я сделаю так. Передвину сюда. То есть мы-то здесь в чем суть? То есть здесь можно еще и Markdown. Мы можем сразу прописать, импортируем. То есть, понимаете, да? Запускаем, создается новая ячейка. Далее импортировали. Теперь мы бы могли сюда вбить и нашу модель, чтобы видеть. Ну, ну да ладно. Наша модель называется MyModels. Теперь я сразу рассказывал, если вы будете внимательно смотреть... И как вот объяснять хорошо. Если вы будете внимательно смотреть документации Жанга, всегда, как называется, модель, так и делают переменную. Даже для проверки. А почему это делается в Жанга? По одной простой причине, что есть фреймворк контента типа, они записывают модели в маленьких буквах. Тогда и другие, могли бы и другие работать. Но лучше привыкайте делать так правильно. Потому что вот эта привычка записывать модели, как они называются, только маленькими буквами, есть ли это как переменная. Эту привычку надо взять с первых шагов. Согласитесь, так же можно объяснить уже совсем по-другому. Берем нашу модель. MyModels. Object. Объект это менеджер. То есть, грубо говоря, программа, которая умеет работать с базами данных. Извлекать данные, сортировать, все, что хотите. Впоследствии мы научимся менеджеры эти писать и сами. Это стандартный. Далее. Креата. Метод креата, то есть создать. Давайте посмотрим имя нашей модели. Да мы ж в джупитер работаем, ребят. Мы сможем взять ее, скопировать вот так. Перейти опять в джупитер. И вот здесь, вот здесь взять нашу модель и поставить. Так. Раз, два, три, четыре. И вот так. Раз, два, три, четыре. Так. Код надо было кавычками, поэтому сейчас мы это дело поправим. Еще я немножко не привык к маркдауну. Инструмент мне очень нравится, но мы пока сделаем немножко по-другому. Да есть, твой раз. Сейчас все получится. Просто я немножко в другом писал. Ну да, быстренько взглянули. Все, я допетрил. У меня стояла русская раскладка. Поэтому все должно дальше сработать. Ну, маркдаун разобраться там за вечер можно разобраться, по сути дела. Так. Сейчас нормальная раскладка. Да что это такое? Все, получилось. Все нормально. В другую переставил. Ну, ладно. Маркдаун это действительно там 10 символов. Просто я в другой писал разметки. Ну, разберемся. Итак, вот наша модель. Вот наше имя. Может вам плохо видно, но это имя. Name. Значит, и вот мы берем и что делаем? Ну, например, вставляем наше поле как строчка. Вот, пожалуйста, новичок изучил строки. Вот применение строк. Как строчка. И... Значит, сделаем flat. Истина. И нажимаем. Ага. Так, по-моему, я там... Сейчас я разверну. Все, я разобрался. Вот видите, в данном случае... Это надо знать. Один позиционный аргумент, а у нас два. А два нельзя. Действительно, я просто напутал фластру это при выводе. Значит, я сейчас это пока удаляю, но экран не полный сейчас, поэтому мне надо это удалить. Вот. Теперь... Name. И нам надо только немножко не так. Я что-то напутал. Бывает такое. Name. А поле... Уф. Мы назовем его Уф. Уф. Класс. Уф. Класс. Запустим. Ошибки нету. То есть, мы создаем поле. Теперь... Мы можем это поле сохранить. Ведь мы нажимаем кнопку сохранить. Что делает Джанго? Вот она появилась. MyModels. То есть, видит. Значит, все мы правильно делаем. Ага. MyModels. И применяем метод save. Сохранить. При этом, смотрите, как по HR нам подсказывает, то есть, что должно быть. Классно. Мы будем разбирать все эти команды. Ну, и так много разбираем. И сохраняем. Мы сохранили. То есть, вот это все можно прописывать и будем прописывать. А далее давайте посмотрим, какие объекты теперь в базе. Только теперь вот так мы будем писать в функциях позже. То есть, в реальных функциях в приложении тут можно совершенно реальную функцию писать. И только смотреть, что она делает. MyModels. Объект. ValueList. И далее, вот мы ValueList, когда вводим, вот видите, у нас self, fills, то есть, вот поля, flat. То есть, то, что я писал, перепутал был. Поэтому в уроках, конечно, все это будет подробнее объясняться. Сейчас просто я для примера показываю, что это классный инструмент. И далее, просто-напросто, где вывести? В поле Name. А вот наше поле мы смотрели Name. Name. И сделаем flat истина. И далее нажимаем, и мы видим ура класс. Ура класс. Вот уф класс, это наше поле. При этом у нас абсолютно нормально себя чувствует и Django, второй сервер. Это уже двоечка. Админ. Заходим и смотрим. И действительно, наше поле уф класс, вот оно есть. Вот оно, маленькое поле, наше Name поле, оно есть. Смысл поняли. То есть, кроме уроков, мы выворачиваем Django наружу и смотрим, что происходит. Мы можем узнать очень много интересной информации. Допустим, если мы пойдем в модели и захотим узнать, а что может клад Django. И перейдем к нашей модели. Возьмем изнутра, да. Раз. А теперь наша модель. Что она умеет? Что она может принимать? Help. My Models. И пожалуйста. О, стоп. Стоп. Ну, это не беда. Вот оно и опыт приходит. Нам просто оно показывает, что модели нет пока сейчас. И пожалуйста. Мы начинаем разбираться, а что можно делать с этой моделью. Потихонечку, помаленечку. Но, ребята, это немножко другой уровень вхождения в Django. Мы и тыкаем кнопки, грубо говоря, и делаем представление. Реально пишем представление. Реально пишем модели. Реально пишем все, да. Но кроме этого, по ходу, разбираем, а что же происходит. А что это? А как это? А какие методы? А как этот метод вызвать? И это, согласитесь, вполне немножко другой уровень. Поэтому вот эти курсы по Django 2, я их и назвал, делаем из себя программиста Python Django по шагам. Но при этом сам по себе инструмент Jupiter, грубо говоря, это оболочка Iron Python, которая просто выворачивает наружу все нутро. И это классная оболочка. Вот так мы очень долго и нудно настраивали. Но, тем не менее, мы получили результат. Получили результат. И что в результате? А в результате, что мы настроили, что у нас Jupiter работает и внутри в Django, и все работает на автомате. Ну да, долговато, 26 уроков. Но, тем не менее, разберется, я думаю, каждый и новичок. Ну, покопаетесь немного. Но это будет инструмент. Это будет инструмент. Я напишу уроки и для Linux. В Linux как-то вообще быстро получилось. Вот. Поэтому два курса. Получается, здесь Jupyter, ноутбук Django 2, PyCharm, Python 3. Значит, ну что ж, все. Если смотрят новички, значит, начинать надо уроки с сайта spb-tut.ru. Здесь, вообще, в школе больше уже 10, я уже запутался. Очень много уроков. Курсы смотреть. Новые курсы 2018. Вам необходимо получить пожизненный доступ и пользоваться. Как ориентироваться по сайту? Довольно просто. Вы видите раздел содержания. В разделе содержания вы нажмете и перейдете к содержанию курса, как книги. И будете переходить. При этом каждый предыдущий курс содержит ссылку на последующий курс. В общем-то, вот так примерно. Ну, в общем, что хотел, я рассказал. А вообще суть сегодняшней записи, сегодняшнего занятия было то, чтобы каждый мог настроить инструмент Юпитер для того, чтобы он работал и в пайчаром, а мелочей здесь много, и на странице. Ну, вы видели, короче. В общем, покопались мы здорово. Я вот как сел с утра за уроки, так целый день писал. Допишешь, пока оно сконвертируется. Следующий урок. Ну, вот сейчас как раз час ночи, ну, уже, слава богу, закончил. И убегаю на Linux, ребята. Сразу бегом на Linux. И буду вас убеждать потихонечку, потихонечку переходить на Linux. По одной простой причине, что все библиотеки, они заточены на Linux. Его просто надо настроить. Ну, ладно. Все это чуть позже, шаг за шагом. В общем, поняли. Все, спасибо. Это был не урок, это просто я рассказал, что мы делали в курсах.